А перед началом данного ролика я бы хотел бы вам посоветовать поучаствовать в конкурсе на 10 контейнеров. Все, что вам нужно сделать, это сделать репост данной записи, подписаться на группу ВКонтакте и подписаться на мой YouTube канал, ну а также нажать на колокольчик. Итоги данного конкурса будет как только на канале наберется 4500 подписчиков, ссылочка на конкурс в описании. Ну а теперь погнали смотреть ролик! И всем привет, ребят, с вами мистер Ванька, и сегодня записываю новый ролик по нашей любимой всеми игре. Давно у нас не было роликов, связанных с какой-нибудь информацией, все, у нас были какие-то турниры, еще что-то, контейнеры. Ну а сегодня уже пришло время рассказать вам про новые овердрайвы, рассказать про ту информацию, которая у нас появилась после сегодняшнего видеоблога, потому что до данного видеоблога было все как-то очень смутно, непонятно. Ну а сегодня с выходом данного видеоблога у меня уже есть, что вам сказать, у меня есть, что вам даже может в каком-то плане посоветовать, ну и вообще в принципе понять, какой овердрайв будет более востребован, на каком корпусе вы сможете на данном овердрайве приносить больше успеха и больше пользы своей команде. Поэтому давайте сегодня обсудим данную очень-таки интересную тему, потому что мне она, как по мне, она очень будет интересна в плане реализации, но, но. Давайте начнем сразу с минусов, то что данное обновление повлечет за собой очень много всяких плохих вещей. Я вот в этом уверен на 100%, это коснется и физики танков, это коснется новых багов, лагов, возможно даже каких-то читов, еще что-то с этим связанное точно у нас будет. Я честно не знаю, как можно сейчас просто правильно взять и реализовать данное обновление, но дай бог, чтобы у нас после выхода данного обновления не было новых багов, и не было новых никаких читов, лагов и тому прочего, потому что я вот очень сомневаюсь, что такое жесткое обновление может выйти вот просто идеальным. Понятное дело, что с ним затягивает, понятное дело, что уже есть проблемы, уже нельзя вводить его просто брать вот и голым, голым вот именно недоработанным вводить такое обновление в игру просто нельзя, потому что, ну, ну это понятно, что сразу у нас танковые серверы олягут и ничего хорошего из этого не выйдет. Ну и, конечно, это, ребят, дисбаланс, это ужасный дисбаланс, с которым мы столкнемся, я не знаю, честно говоря, что будет дальше, но вводить овердрайвы, где один овердрайв условно ставит бомбу в виде метеорита, другой овердрайв снимает всю расходку, третий овердрайв зажимаешь пробел и убиваешь всех и вся, ну, что это вообще, просто что? Я вот просмотрел и думаю, блин, во что превращается игра просто, вот во что они хотят превратить эту игру? По сути, уже даже не скилл будет решать, а правильная реализация ваших овердрайвов, и тут у меня встает вопрос, а к чему вводить такое обновление? Чем плохой овердрайв, который у нас сейчас находится в игре? Зачем что-то менять в этом плане? Я серьезно вот этого вообще не понимаю, но и если уже углубляться в эти овердрайвы, то, как по мне, что овердрайв на Хантер, что овердрайв на Викинг, вот на эти два средних корпуса, очень жесткие овердрайвы. Даже закроем глаза на овердрайв Харька и Васпа, где один овердрайв дает неуязвимость, а второй овердрайв дает бомбу. То, что у нас будет на Хантере и то, что у нас будет на Викинге, как по мне, это намного-таки интереснее овердрайвы. Даже не будем смотреть там Титан Мамонт, там все такое, а вот именно если посмотреть на данные два овердрайва, один овердрайв, на котором вы условно, если будете играть на Громе или Страйкере, да вообще, в принципе, на любой пушке, если вы будете играть, зажимаете пробел, ну, не знаю, там на Твинсе, конечно, оно не будет так ярко выряжено, наверное, но если там, например, на Громе или Страйкере вы зажмете пробел или даже на той рельсе, то у вас она будет просто по КД наносить урон. Вы просто представьте, что, например, вы заезжаете на базу противнику или просто, вот, например, вы играете там, условно, я не знаю, какую-то ДМку, на вас едет противник, вы зажимаете кнопку пробел, включаете овердрайв и вы просто раздамаживаете всех. Что это будет? Это будет жестко, это будет круто, это будет, как по мне, наверное, лучший овердрайв по итогу. Но, хотя, в этом плане, конечно, ну, сейчас я на 100% не могу сказать, какой именно такой овердрайв будет лучший, но меня впечатляет, впечатляет, то есть, если его еще работа будет, условно, там, секунд хотя бы каких-нибудь 10, ну, это очень много, это очень большой урон и, конечно, в этом плане надо хорошо задуматься, насколько вообще, в принципе, будут работать данные овердрайвы, то есть, если, например, с овердрайвом, который сейчас у нас и который будет у нас именно-таки на Диктаторе, с ним все понятно, он дает фул расходку, он ставит мину, он дает аптечку, то есть, все понятно, все просто. То вот, как будет правильно работать именно-таки вот эти овердрайвы, что на легкие корпуса, что на средние, даже что на мамонт, который там при сближении просто уничтожает противника, то есть, я вот серьезно не понимаю до конца, как это будет работать и на сколько времени, но то, что факт, факт остается фактом, Хантер и Викинг, как по мне, вот именно на данные два корпуса будут очень интересные овердрайвы и, если их правильно реализовывать, то с данных корпусов вы точно слазить не будете, даже если учитывать тот факт, что имеется, например, у Васпика с Харьком тоже неплохие-таки овердрайвы, один науязвимость, другой ставит именно-таки эту жесткую бомбу, все можно задисбалансить, все можно убрать тем же Хантером, Викингом можно просто раздамажить, даже, ну, условно, да, у тебя будет неуязвимость, Хантер, например, снимает неуязвимость, а Викинг просто раздамаживает противника, то есть, можно работать вместе, можно кооперироваться в этом плане и приносить пользу своей команде, и, как по мне, это очень неплохая, может быть, в итоге реализация именно таких данных овердрайвов, но остается один только вот самый главный вопрос, который меня будет мучить до того, как выйдет данное обновление, и, наверное, я после данного обновления запишу еще один обзорчик, запишу уже, в принципе, точную картину вообще данных овердрайвов, и расскажу уже, что и как и почему, совпали ли мои вообще, в принципе, предсказания по лучшему овердрайву, что у нас вообще, в принципе, будет нагибать, а что не будет нагибать, поэтому прожимаем лайкосик обязательно на данный ролик, ребятки, давайте наберем на данном ролике 100 лайкосиков, и я думаю, что по данному вопросу мы разберемся более подробно, потому что, ну, есть моменты, которые, как по мне, сейчас еще не совсем ясны, ну и, конечно, нужно определенно определяться именно таки с временем. Как по мне, вот условно 5 секунд работы данных овердрайвов, что касаемо именно таки бесконечных выстрелов, уязвимости, и вот, ну, то, что с бомбой это все понятно, и что касаемо именно таки танка на, то есть вот этого овердрайва на Мамонт, который у нас дает тоже как тараном, уничтожает противника, тут надо, конечно, подумать, надо правильно все это реализовать, и понятное дело, почему это все так долго затянуто, и понятное дело, почему так быстро не выходят такие обновления. Это очень проблематично, это очень много именно такие работы должно быть проведено с тем, чтобы устранить всякие лаги, устранить баги, потому что для нас как бы это все смотрится очень просто. Вы говорите про обновление, обновление должно выходить прямо таки сейчас, но даже с одним овердрайвом на Викинг, именно таки, который дает каждой пушке определенный новый баланс, новую, вот вы зажимаете пробел, вы очень жестко при этом будете нагибать, это очень меняет физику игры, и это нужно очень правильно все сделать, чтобы, например, не было условно такой ситуации, то, что вы берете условно гром, зажимаете пробел и нагибаете на нем намного лучше, чем вы сделаете так же само, например, с твинцом, или с жигой, или с фризом, то есть вам нужно понимать, что реализация данных овердрайвов должна быть примерно одинакова на любой пушке, а если она будет, например, нагибать на одной пушке, но не будет нагибать на другой пушке, здесь уже возникает вопрос, а зачем тогда вообще нужны данные овердрайвы, и вообще зачем вводить такое обновление, поэтому ждем, ребята, ждем выхода данного обновления, думаю, что это будет очень интересная вообще штука, и понятное дело, что пока еще точно ничего не ясно, но очень спорно, очень спорно, и как по мне, очень рисковое обновление, не знаю, выйдет ли оно на основные сервера в этом году, или выйдет оно уже в следующем, но что будет после этого обновления, может все очень сильно измениться в этой игре, и по балансу, и по битвам всяким в матчмейкинге, и по физике игре, поэтому увидим, у меня на сегодня все, не забывайте про подписочку на канал, оформляйте ее обязательно, также, ребятки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новый ролик, ну и, конечно же, напишите в комментарии по этому поводу, вообще, что вы думаете по данным овердрайвам, стоит ли обновление того, стоит ли вводить вообще, в принципе, его в игру, или же вас все устраивает, и вы бы не хотели бы видеть данное обновление на основных серверах. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok